Генжа В 1918 году Генжа в течение трех месяцев являлась столицей первого на востоке демократического государства Азербайджанской демократической республики. Ученые-археологи из разных стран мира в ходе своих исследований установили, что наш город существует более четырех тысячелетий. Генжа – один из древнейших культурных центров не только Азербайджана, но и всего Востока. В результате войн, землетрясений, ни один раз она меняла свое местонахождение, ни один раз исчезала и вновь возрождалась. Неисповедимы деяния природы. С одной стороны отбирают, а с другой одаряют. Чудовищное генжинское землетрясение подарило миру два чуда. Сотворило красу всех красавиц – озеро Гёгёль, и сразу вслед за ним воссеяло солнце поэзии в лице бессмертного незамена. Сердце города – центральная площадь, носящая имя общенационального лидера Гейдара Алиева, утопающая в цветах, окруженная современными историческими сооружениями. Одно из них – Джума-мечеть, центральная мечеть Генжи. Архитектор Джума-мечети – шейх Бахая-Ден был по призванию астрономов. Во время возведения этого уникального здания из красного кирпича он построил его так, что по нему можно сверять часы. Ровно в полдень исчезает тень, падающая на западную стену строений, что указывало правоверным, пришло время полуденного намаза. До сих пор время можно проверять по исчезающей тени, точность абсолютная. Позднее рядом были возведены так называемые чекекамамы и керавансарай. Все эти три здания, украшающие Гянджу, дошли до нас в прекрасном состоянии. Здесь же рядом с мечетью – мавзолей последнего гянджинского хана Джавадхана. Он возведен при содействии фонда Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди Азербайджана Мехлибан Ханун Алиева. В одном из зданий, расположенных на центральной площади, недавно открылся филиал музея «Миниатюрный пир», который пользуется большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Среди старинных памятников архитектуры города – большие и малые мосты, башни, соборная мечеть, медресе, караван-сарай, религиозно-культурный центр Мамзаде. Среди памятников старины менее глубокая церковь Александра Невского, здание историко-краеведческого музея и многое другое. Одно из главных сокровищ Гянджи, хотя, пожалуй, всего Востока – религиозно-культурный памятник Мамзаде. Мавзолей – самый ценный памятник этого комплекса и был воздвигнут в 739 году над могилой представителя рода пророка Мухаммеда Мувлана Ибрагима, сына пятого имама Мухаммеда Ибрагима. Сегодня имам Заде заново и конструирован, его площадь увеличена, появилось много других культовых сооружений прекрасной традиционной восточной культуры. Все это было сделано благодаря личной инициативе и помощи президента Азербайджана Идхама Алиева. Гянджи много лет, но сегодня она молодеет прямо на глазах, превращаясь в красивый, современный, отличающийся своим с особым неповторимым колоритом и архитектурным своеобразием город. Каждое здание, как музыка, имеет свою мелодию, свое особое звучание и настрой, изящные линии, изгибы, ажурное плетение балконов и рельефные наличники, высокие напоминающие европейские крыши мансарды и многое-многое другое. Диву даешься и удивляешься этой красоте и таланту архитектора, создавших эту архитектурную музыку, гармонию истории и современности. Гянджа удивляет всех, не только нас, гянджинцев, живущих в этом городе, но и его многочисленных гостей. Они восхищаются Гянджой, влюбляются в нее, хотят побывать здесь еще не один раз. Их удивляет в Гянджа все. Их конструированы старинные улицы, великолепные исторические здания, которые реставрируются и восстанавливаются с трепетным отношением к их возрасту и культурной ценности. Однако Гянджа знаменита не только своими древними памятниками и достопримечательностями, но и современными, построенными совсем недавно. Так, один из пяти самых больших парков мира, занимающий площадь 450 гектаров, находится в нашем городе. Это парк-комплекс, который носит имя общенационального лидера Гейдара Алиева. На входе в парк возведена триумфальная арка в стиле античной культуры. Особую прелесть парку придает искусственное озеро площадью около 7 гектаров, величественнейшее строение комплекса «Центр Гейдара Алиева». В его строительстве использованы самые последние достижения архитектуры. Восточными воротами Гянджи служит музейный комплекс археологии и этнографии Галагаплары, который состоит из двух крепостей, расположенных по обеим сторонам автострада. Ведущие из столицы Азербайджана Баку в Гянджу и далее в западную зону республики. В нем действует несколько музеев археологии, этнографии, военной истории, ковра. На всем протяжении пути от музея археологии и этнографии Галагаплары в гостей Гянджи встречают величественные каменные изображения пяти книг Хамсе, пяти великолепных поэм, сокровищницы Таин, хастров ищерин, лилии Меджну, семь красавиц, искендерна Аме, Низами Гянджаве, великого нашего земляка. Созданные к 870-летию поэта, они стали украшением нашего города. Всякий раз, когда произносишь слово «Гянджа», перед глазами возникает образ Низами. А говоря «Низами», думаешь о Гянджа. Эта древняя земля пропитана светом его гения. Усыпальница поэта. Священное место для всех, кто любит литературу, поэзию, любит и чтит Низами. Мавзоле перестраивали много раз. Но, пожалуй, самый величественный – этот, заново отреставрированный к 870-летию поэта. А прямо напротив – необычное двухэтажное здание с голубого стекла и бетона. Легкое, изящное, как бессмертные строки Низами. Полные добра и света – это музей Низами. Если вы хотите узнать поэзию, душу великого Гянджинса, то лучшего места, чтобы обрести истину Низами, чем его комплекс в мавзолеевне найти. Он сам об этом сказал, обращаясь к своему потомку. Через сто лет спросишь – а где он? Каждый стих мой скажет – здесь, здесь он. Свято чтят и память современницы Низами, несравненный Миксит и Гянджин, первая на Востоке женщина-поэтесса, музыканта, шахматистки, которая во всех своих рубаев воспевала идеи гуманизма, общественной справедливости и гендерного равенства, говорил о красоте любви и быстротечности с жизнью. Мир – золотой кувшин, хорош на вид, но не всегда хорошим нас поит, а жизнь подобна краткому привалу. Конь смерти ждет, оседланный стоит. По старинной улице, носящей имя Джаватхана, отреставрированной и приближенной к ее старинному облику, превращенной в пешеходную гостью, любой с великолепными фонтанами и замечательными беседками, местами отдыха, чайными, кафе, подходит к реке, притекающей через весь город – Генджачай. На одном из ее берегов – великолепное здание из белого камня. Это центр Мехсити Генджави, сооруженный при поддержке фонда Гейдара Алиева. Здесь расположен музей поэтессы. Рядом другой центр детского творчества. Напротив, на другом берегу реки – парк Бульвар, открытый совсем недавно, весной этого года, но уже ставший одним из любимых мест отдыха. Проведение различных массовых общегородских мероприятий. В начале бульвара – площадь государственного флага Азербайджана. Длина, развивающаяся на высоте 110 метров трехцветного флага, составляет 50, ширина – 25 метров, а высота постамента – 4 метра. На установленной на площади гранитной плите высечены слова государственного гимна и государственный герб Азербайджана. Многие генджинцы, особенно те, кто в возрасте, с удовольствием отдыхают в Хамбаге, в Хансхамсаду, в старейшем парке нашего города, где покоится прах первого среди азербайджанцев героя Советского Союза Истрофиля Мамедова. Сооружен памятник выдающейся поэтессе Гянджин Кенгерра Фебейли. В другом уголке парка высится фрагмент старинной крепостной стены, некогда окружавшей древнюю Гянджу. Гянджа – родина многих выдающихся людей. Здесь родился и жил известный поэт и представитель XIX века Мейза Шафи Вазех, а также мыслитель, философ и демократ Мейза Фатали Ахундов. В Гянджи жили и творили известные деятели науки и культуры, литературы и искусства Азербайджана, народный артист СССР, герой социалистического труда, композитер Фикрят Амиров, чья музыка гордо звучит в самых крупных концертных залах мира. Автор самой популярной в мире детской песни джюджаляры, Майи Цыплята, композитор Гамбар Гусей Инли. Память о них свято хранят гянджинцы. Но гянджа – это не изостывший древний памятник истории. Она молода и стремительно развивается, идет в ногу со временем и с XXI века. Гянджа – не только второй послебаку культурный центр, где два театра, драматические и культурные, филармонии, строительство нового здания, для которого уже в стадии завершения. Знаменитый не только у нас в стране ансамбль песни и танца Гёгёль, камерный оркестр и множество других культурных коллективов. Но это еще и центр науки. Здесь функционирует гянджинский филиал Азербайджанской академии наук, научно-исследовательские институты. В гяндже три университета – гянджинский государственный, аграрный, технологический, три колледжи – гуманитарный, музыкальный и медицинский. Из 46 средних школ города, в 21 из них, где есть русский сектор, преподавание всех предметов идет на русском языке. Русские секторы есть также во всех в трех вузах города и двух колледжах. Знаменательным стал для нас 2012 год, когда гянджа была объявлена молодежной столицей Азербайджана. Темп развития города, как и темп развития страны, все быстрее и стремительнее. В последние годы за рекордно короткие сроки введены в эксплуатацию крупные промышленные предприятия, открыты социальные и инфраструктурные объекты, создаются все условия для развития деятельности предпринимателей, открываются новые рабочие места, благоустраиваются улицы, обновляется жилой фонд, общественные объекты, медицинские и учебные заведения, осуществляются совместные проекты с зарубежными странами и фирмами. Так, например, Азербайджанский автомобильный завод сотрудничает с Минским автозаводом Республика Беларусь и КАМАЗом Набережные Челны, Россия. В 2013 году гянджа боролась за статус молодежной столицы Европы 2016 года и победила. В начале мая 2015 года более 10 тысяч студентов учащихся школ изобразили портрет Гейдара Алиева и его подпись на главной площади гянджи. Это было грандиозное зрелище. Накануне первых европейских игр, которые проходили в июле 2015 года в Баку, в гянджи был организован масштабный флешмоб. В нем приняли участие 6 тысяч молодых людей. Они отобразили лоб европейских игр на центральной площади города. Акция стала настоящим спортивным праздником и своего рода символом единства молодежи в спорте. В первых числах мая 2016 года в гянджи прошел флешмоб с участием волонтеров общественного объединения «Гянджа-2016. Столица молодежи Европы» при поддержке исполнительной власти города. На главной площади гянджи был воспроизведен логотип проекта «Гянджа-2016. Молодежная столица Европы». Во флешмобы приняли участие более 10 тысяч юношей и девушек. Они воспроизвели логотип проекта «Гянджа. Молодежная столица Европы-2016». Весь год наш город и мы, гянджинцы, живем событиями, связанными с этим статусом. Успешно проводятся международные фестивали, конференции, тренинги, заседания различных молодежных клубов, конкурсы и встречи. В последние годы гянджа стала центром проведения ряда международных мероприятий. Среди них научно-практические конференции, молодежные форумы, международный фестиваль вина и другие. Новый день и новые вести. В Бишкеке на юбилейном сентябрьском саммите СНГ, посвященном 25-летию Содружества, гянджа объявлена культурной столицей СНГ. Мы уверены, что наш город достоин этого статуса и справится с обязанностями столицы культуры СНГ со всей ответственностью и на высоком уровне. А мы, гянджинцы, счастливы, что живем здесь. И не перестаем объясняться своему самому прекрасному на земле городу в любви. В нашем древнем, но таком молодом городе много интересных достопримечательностей и исторических мест, о которых мы просто не успели рассказать. Для этого нужно очень много времени. Лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Мы ждем вас в Гяндже, культурной столице Содружества Независимых Государств 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова